Этот год принес не только страты, а и на бытие. Компания «Будьма», новые творы письменников и поэтов, и досягнение музыков – все это принес в 2009-м. Не глядя на тяжкости, адмысловцы назвали этот год плённым для белорусской культуры. Подробностей у Яна Бабицкого. На працовных местах белорусы проводят значную часть своего життя, немало силов забирая и клопот про штудённый быт, особенно в час кризису. Тому культурниска життё в этом годе часто адыходзіла на опошній план. Год был очень тяжёлый, поэтому было не до культурных мероприятий. Культурная жизнь отсутствует, заняты бытом, работой. Очень жаль. Допомогчи активно познавать свою родную культуру, такую мету поставила перед собой компания «Будьма». Вядомые письменники, поэты, музыки, краезнавцы цягом года ладзели концерты, литературные импрезы да экскурсии. Усяго инициатива «Будьма» организовала 900 культурниских акцел. Компания «Саправды» навык перевысила наши очагания. По своему размаху, по тем, кольки мероприемства пройшло, и по тем, яка есть высокая потребовальность у белорусской культуры, у наших регионах. Пленным оказался 2009 год и для белорусской литературы. Всярод вартых уваги выданья у адзначым сборники выбранных творов Нила Гилевича и Анатолия Вярцинскага, надрукованных у серии «Белорусский книгазбор». Саправды, гэта мы открыли для читача перзавшо, а може и для себе, для литератору, мы открыли, так сказать, ну, не икую сторонку, бо гэта золотая серия белорусская книгазбора. Не зауваженным не засталося и селетнее призначение нового министра культуры Паула Латушки, першага и пакуль адзинага белорусскомунага Чальца Ураду. Лёд хранулся, зьёсть становушая падзеи и добрые тенденции до разгляду многих пытанней. И я вельмест падзеюся, што гэта будзе протягвацца так и далек. С аутаром фильму «Окупация мистерии» режиссёрам Андреем Кудзиненком пагадзиўся супрацовничать Беларусь фильм. Рашэння смелая, бо свой новый фильм «Масакра» режиссёр рекламуе наступным чынам. Назваэто «Бульба-хоррор», був спагетти-вестерн Сержа Леонна. Это такой страшный сказки, но который имеет ироническую окраску. За межами краины перамагали наши музычные гурты. Славутый ляпец Трубяцкой селет двойче был лаурятам премии РАМ. Першый российский альтернативный музычный телеканал «Айуан» адзначаў беларускі гурт ў двух номінаціях «Клип года» и «Гурт года». Вера, счастье, дорога, надезда, единственный смысл. А норвезский беларусь, як называюць співака и скрипача Александра Рыбака, перамог на конкурсе «Еуробачыне-2009». Ягонай песня «Фэйритэл» адрымала ад журы рекордную колькість пунктаў за ўсю історию конкурсу. Ян Бабицкий. Абіктой.